Заявление мэра Киева Виталия Кличко Хочешь построить стену? Спроси у немцев, как? Есть некоторые темы, на которые, стоя в центре Берлина, нельзя рассуждать без риска медийной обструкции И Виталию Кличко, который столько лет прожил в Германии, у которого здесь дом, тем не менее не хватило политического чутья понять, что нация в течение 40 лет, разделенная бетоном и колючей проволокой, не может позитивно относиться к идеям возведения в Европе новых стен На пресс-конференции в фонде Конрада Аденауэра Кличко сделал то, чего старался не делать на ринге Он раскрылся и пропустил Вы хотите, чтобы Германия вам помогла при строительстве укреплений и этой стены? Сегодня напряжение экспортировано России У нас сейчас нет настоящей границы, а повстанцы, оружие, солдаты и армия переходят через украинскую границу Поэтому мы считаем, что граница должна охраняться Поэтому нам нужна помощь, мы были бы очень благодарны помощи В том числе из Германии? От всех друзей Украины, мы будем по-настоящему рады помощи всех друзей Украины Вы можете сказать, какую поддержку конкретно вы ждете от Германии? Нам нужна финансовая поддержка, нам нужна ноу-хау поддержка, нам нужна поддержка в любой форме Но очевидно у немцев нет никакого желания помогать Киеву в этом деле советом или деньгами Эксперты отмечают, что с оборонительной точки зрения стена не имеет смысла На прожектерство киевских властей и олигархов, в частности, указывает Шпигель Петр Порошенко в ходе предвыборной гонки в конце октября пообещал, что оборонительные укрепления будут выполнены по последнему слову военной техники Заявление Порошенко противоречит единственным подсчетам стоимости проекта, которые были сделаны Игорем Коломойским, губернатором Днепропетровска Человеком, который вообще-то должен уметь считать Коломойский говорил об общей стоимости в 100 миллионов евро Это примерно 50 евро за метр За эти деньги Коломойский, возможно, сможет разбить клумбу в Днепропетровске, но не построить пограничное сооружение Ров, вал, контрольно-следовая полоса, забор с инфракрасными сканерами и вышки с видеонаблюдением 2300 километров И все это за 100 миллионов, только не евро теперь, а вообще гривен То есть откровенно политический пиар-проект И так закономерно, что приглашение поучаствовать в нем немцам показалось оскорбительным Виталий Кличко, которого причисляют к умеренным силам, выступает за то, чтобы отгородить Украину колючей проволокой Тот факт, что Кличко просит помощи у Германии, говорит об историческом невежестве и безвкусице украинского политика Неужели страна? Несколько десятилетий разделенной стеной, из-за которой гибли люди, должна поделиться опытом в строительстве стен Уму непостижимо Это Аугсбургер Альгемайне, а вот комментарий Зюддойче Цайтунг Когда Кличко стал мэром Киева, ему пришлось говорить на другом языке, чем он ранее привык на ринге В Берлине ему это удается с трудом Именно так, языковыми трудностями, помощник Кличко и попытался объяснить неловкость Погасить начинающийся в СМИ шторм Пока непонятно, насколько это объяснение будет принято Да, конечно, конечно, что мы должны делать Магнитная pasando И я должен量аме Сnakестиror Магнитнаяalsa Магнитная 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 Мы не сможем Все что мы должны делать? Это все Друзья, музыка. Эмммм. Иф, в школе. Эмммм. Эмммм. Секрет. Коооо. Эмммм. Трот. Эммм. Мы не будем. И, конечно, это нецентрализировано. Эмммм. Эммм. Эммм.